Музыка Привет всем мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт И сегодня мы в игре за Иссал и смотрим, чёрт его подери, Пуэртозавра Это просто огромная хрень, это просто, он просто нереально огромный Я не знаю сколько метров он в высоту, мне кажется все 10, а то и 12 метров Он просто нереально огромный Ну это собственно говоря наш первый скин, выглядит просто изумительно, просто изумительно У меня просто нет слов, я всегда хотел вот не за хищников играть, а вот за таких гигантских травоядных Ну что ж, предлагаю давайте пройдёмся Вот этот грохот, это просто мечта, это просто вот Я бы был не против, если бы у меня каждое утро под окном вот так вот кто-то грохотал Так, интересно, а в ускоренном режиме? Ну чуть быстрее я начинаю двигаться, больше топтать, но в остальном скорость практически не изменяется Да, Пуэртозавр очень крут, очень крут Ну что ж, давайте подадим голос Просто музыка для ушей, вы это слышали? Я просто, у меня нет слов, это просто очень круто Зачем вам нужен тираннозавр, если у вас есть Пуэртозавр, мать его? Так, что ты делаешь на левую кнопку мыши? Офигеть! Он тупо топчет врага Ну-ка, давай ещё раз Офигенно, просто Это можно убить, мне кажется, любого Так, что ты делаешь на правую кнопку мыши? Ты лягаешься правой ногой, да, задней? И заодно бьёшь хвостом Ну это круто Так, что ты делаешь? Всё-всё, я понял Так, что ты делаешь? Приседать-то умеешь? Приседать ты не умеешь Так Наджи Наджи, ты ничего не делаешь? Ты даже ложиться не умеешь Чувак, нельзя всё время стоять Нужно как-то приседать, что ли, хотя бы То есть, собственно говоря, вот всё, что я вам сейчас показал Это всё, что умеет Пуэртозавр Но даже этого, мне кажется, много Потому что это просто гигант Это самое большое животное в данной игре По крайней мере, на данный момент Я хожу на одном уровне с деревьями просто Вот это берёзка или что это, я не знаю Чуть выше меня Вот его крона возвышается чуть выше головы Пуэртозавра Я просто титан Интересно, а дерево я разнесу? Я дереву пофиг Ну вот так Абсолютно насрать Понятно Ну что ж, надеюсь Вы смогли рассмотреть все детали этого скина Переходим к скину под номером 2 Вот наш Пуэртозавр под номером 2 Теперь он такой Серый такой, серовато-белый даже, я бы сказал Вот эти вот ещё щитки у него по всему телу Тоже это очень детализированная модель Выглядит тоже очень хорошо Ну сероватый такой простенький Как бы ничем не выделяющийся Но смотрится очень круто Особенно вот этот его трубный звук И у меня это просто музыка для ушей А во рту можно видеть маленькие зубы Когда добавят в игру, что можно будет травоядными кого-то есть Ну, когда начнётся вот это Я сразу же попробую Пуэртозавром обдирать деревья Потому что это, мне кажется, будет суперски Ну, значит, на передних лапах у него только один коготь На задних три пальца Ну, значит, кто не знал То, судя по последним находкам Крупные вот такие зауропоты, как Пуэртозавр Стремились к уменьшению количества пальцев То есть Просто, чтобы была одна такая столбовидная нога Я не знаю, чем им пальцы мешали Ну, пока что не знаю Надо будет почитать Но вот они стремились к уменьшению пальцев И здесь вот это в игру добавили То есть Создатели игры следят, видимо, за новостями Да, очень хорошо Сзади вот мы выглядим примерно вот так Я просто титан Это просто что-то невероятное Видели у него подушечки на лапах? Это они помогают ему смягчить удар Чтобы, ну, не удар, а когда вот он шел Такие подушечки, они помогают, как бы, не стирать кожу И двигаться более бесшумно Такие же имеются и у слона Это очень круто Ну что ж, переходим к скину под номером 3 Вот скин Пуэртозаура под номером 3 По-моему, это как предыдущий скин Только более затемненный И добавлено еще несколько пятен и полосок А в общем, выглядит точно так же, как предыдущий скин Да, собственно говоря, не особо много добавлено в этом скине Такой темноватый Жалко, что рядом нет никаких шантунгозавров А то бы я хотел сравнить размеры Просто чисто для интереса Насколько я больше шантунгозавра хотя бы Да, но, к сожалению, даже с высоты Вот 12, а то и 14 метров Я пока не вижу ничего Ни и никого Ну что ж, вот такой вот у нас скин Пуэртозаура Под номером 3 Предлагаю вам перейти уже к следующему Под номером 4 Вот еще один окрас Пуэртозавра Тоже очень красочный Всего красочным пока что мы увидели два Это самый первый Вот этот под номером 4 Вот очень хорошая, как сказать, идея была Вот сделать такие, как бы, пятна С внутренним закрашиванием То есть Пятно, допустим, черное А внутри вот оно закрашено желтым Также около ноздрей глаз У него такие желтые пятна А сама голова темного цвета Это тоже очень неплохая идея Шея и плечи у него более так затемнены Относительно хвоста и живота То есть идея очень неплохая в окрасе Насколько я знаю, все вот эти окрасы Которые я вам показываю в последних видео Придумал один человек То есть иметь такую фантазию Это, не знаю Если бы у меня была такая фантазия Надеюсь, у меня было бы меньше проблем в жизни Чем я имею сейчас Как видите, даже вот Живот слишком такой бочковидный Большой Ноги вот даже немного сжимают его задние лапы Немного его даже сжимают при ходьбе Очень красочный скин Хорошо, что в отличие от Джурасик Парбил Их не окрашивают совсем уж Совсем такими яркими, красочными Как рифовые рыбки какие-то Здесь они окрашены как бы ярко Но в пределах допустимого То есть не могло животное быть Вот слишком такого яркого окраса А вот такого, мне кажется, вполне могло Так, ну что ж, переходим к скину под номером 5 Вот еще один добротный скин Пуэртозавра Под номером 5 Да, я так понимаю Если я не ошибся уже в расчетах Так, вон, Шантунгазавр Отлично Ну, как видите У нас Вот сейчас вот так раз действительно прогрузился Здесь смесь светлых и темных полос Это тоже очень неплохая идея По крайней мере, они просто серые Как два скина Которые мы недавно просмотрели Да, конечно, долго я буду до них идти Но все же я дойду Шея опять же более темная Но все-таки имеет белую полоску Я дойду до вас Я дойду Как же они далеко стоят Это просто кошмар У меня уже ускорение заканчивается Ну, знаете, это какой-то бит Тан-тан-тан-тан-тан Тан-тан-тан-тан-тан О, Австрорапторы ходят Прикольно Я же их тупо задавить могу Ну, здесь я смотрю Боты Там даже тираннозавры есть Офигенно Боты Шантунгазавров Тупо застряли и не двигаются Австрорапторы хотя бы двигаются Ну, просто посмотрите Шантунгазавр просто козявка По сравнению со мной У меня плечи на уровне метров шести Так, ну-ка давайте-ка попробуем Уничтожить этих козявочек Подойдем поближе Примерно вот так И Ой, попало по Шантунгазавру Я не хотел А по этим мелким тупо не попадает А Шантунгазавр... Я убил его одним ударом Офигеть Я убил Шантунгазавра одним ударом Ребята Это что-то невероятное просто Так А вот почему я этих мелких не могу убить Им просто пофиг К ощущению, что я по ним просто не попадаю Ну да Убить Шантунгазавра я, конечно, молодец Так, ну давайте еще дойдем до тираннозавра Не, ему абсолютно без разницы Я тупо не могу его задавить Ну вот это удача, конечно, найти сразу здесь столько динозавров Сразу вот можете сравнить размеры тираннозавра и Шантунгазавра Они примерно одного роста, но Шантунгазавр даже крупнее Собственно говоря, как я вам и говорил Ну вот это для тех, кто не верил мне Вот, пожалуйста, сами посмотрите Ой, я уже устал Не знаю, как мой динозавр, но я устал Так, давайте попробуем Вы посмотрите, тираннозавра роста метров четыре Может около пяти А я даже мои плечи выше, чем этот тираннозаврик Ну что ж, давайте попробуем его убить Просто без разницы вообще Странно Почему вот именно на Шантунгазавре у меня это получилось Так, а теперь задом подойдем к тираннозавру Ну вы просто посмотрите, какой я огромный Вот образно, вид сверху Не, я его даже пнуть не могу Ну что ж, ладно Переходим к скину под номером шесть Насколько я могу полагать Скин под номером шесть Это скин альбинос То есть вот так вот у нас будет выглядеть Пуэртозавр альбинос Но в отличие от других альбиносов Там у австрораптора, у тираннозавра Альбинос пуэртозавра, мне кажется, чисто белый Просто, он серьезно, он просто белый Мне кажется, его можно за километр увидеть Особенно учитывая его габариты Да, ну а голос это просто что-то Да, ну он абсолютно белый Мне даже нечего сказать по этому поводу Могу только предложить перейти к последнему скину Доступному в игре для Пуэртозавра Скин под номером семь Последний скин Пуэртозавра Такой же, как скин под номером четыре Возможно, только количество вот этих пятен Оно увеличилось И, возможно, цвета даже стали более динамичными Такими более яркими Но это единственное, что я могу сказать по этому поводу Потому что, мне кажется, в остальном он просто клон Я не знаю, у всех ли динозавров имеются такие клоны Какого-то определенного цвета И какой вообще смысл добавлять их в игру Я не понимаю И меня вы можете не спрашивать Ну что ж, это был последний скин Надеюсь, видео вам понравилось Ставьте лайки Пишите номер вашего любимого скина С вами был Дарт Сидиус Всем всего хорошего До скорых встреч И... И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok